Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл и я разработчик спиннингов Нарстрим. Собственно говоря, хочу представить дополнение к серии Экспириенс модели 842H 1552. Что это такое и вообще краткая предыстория. На самом деле есть у меня товарищ Сергей Карпов, который много, часто, удачно ловит в Сызрине. Ну плюс по всему он еще спортсмен, призер, многочисленных соревнований. И когда я здесь тестировал вот эти модели предыдущей линейки, то есть у меня там были 1242H 2580H. Мне оказалось, что в принципе все это вполне достаточно. Но вот он очень сильно меня попросил сделать что-то между. То есть какой-то спиннинг, который будет оптимизирован для лоли на течение с весами грамм от 15, ну и там до 50 с копеек. Собственно говоря, что я и сделал. В чем отличительная особенность конкретно вот этой модели от других Экспириенс? Во-первых, строй. Так как спиннинг в первую очередь рассчитан на лоли на течение, у него чуть более жесткая вершина. То есть сам по себе спиннинг стал немножко еще более регулярным, чем предыдущие модели. Во-вторых, мощность. Так как мы ловим на течение, иногда на течение надо будет применять довольно объемные приманки. И плюс ко всему в уваженном течении в любом случае более проблематично в круглой рыбе. То есть повышена мощность средней части. Ну и плюс ко всему как бы маленький бонус – это максимально комфортный дальний заброс. Именно поэтому эта модель с тестом до 50 грамм, она у меня получилась самая длинная. Это 84 длина, то есть 8,5-4 дюйма. Что именно хорошо позволяет легко, далеко кидать относительно тяжелые веса. Я сейчас покажу, как работает эта модель на легких весах, на тяжелых весах. Ну а потом, собственно говоря, мы послушаем Сергея Горова, который сейчас на самом деле со мной в катере здесь. Вот, потому что вот я у него в Сызрине, апрель месяц, ловлям, предзапретная ловля по холодной воде. Как раз вот примерно под эти условия этот экспиренция идеально подходит. Как минимум, по моему мнению. Ну а дальше он уже свое мнение, наверное, расскажется. Давайте начнем с тяжелых весов. Я повесил 50 грамм. Вот такую пороломку свою любимую. Вес пороломки сейчас намочим, она тоже будет примерно там, грамм 7-8. Ну, как всегда, как и все джиговые палки Тарстрима, тест 52 грамма. Это тест по голове, куда можно еще добавлять, соответственно, приманку где-то до трех-четырех джигов. Не сильно тяжелую. То есть вот максимально я гружу и покажу сейчас подбросом, что вершина конкретно уверенно работает, не проваливается под вот эти вот весы. Смотрим. Ну, понятно, что на забросе никаких провалов нет. На самом деле, провалов не будет, даже если мы будем кидать 60 грамм, там с приманкой небольшой. Но вот уже подрывать 60 грамм будет не очень удобно. Именно на подрыве вот самый оптимальный, максимальный вес это 52 грамма голова плюс небольшая приманка. Сейчас упадет, потому что мы, на самом деле, ставим на глубине. Боевая точка. И я ее покажу. Все, упала. Делаем подброс. Вода высокая дует. Кстати, вот по таким ракурсам очень хорошо виден строй. Вот она, относительно небольшая нагрузка. Мы видим, что спинник классического средне-быстрого строго. Даже чуть ближе к среднему. Это нам дает и заброс. И широкий диапазон возможностей применения весов. И, соответственно, отчасти чувствительность. Потому что, чем жестче у нас вершина, тем чувствительность выше. Ну, собственно говоря, большие веса мы показали. Теперь мы сменили место. Встали на 4 метра. Дует. Но течение не очень сильное. Поэтому вот здесь 15 грамм и плюс поролоновая рыбка. Сейчас я покажу, как работает вершина. Понятно, что передать ощущение в руку я не смогу. Но, поверьте на слово, на твердом дне вот 15 грамм плюс, соответственно, не очень объемная приманка с не очень толстой леской. У меня стоит 1,25 по японской классификации. А твердое дно четко передается в руку. Показываем, как работает вершина на самых-самых низах. Далеко кидать не буду. Единственное, что поднять спиннинг вверх сейчас не хочу поднимать. По одной простой причине дует. Ветер довольно сильный. Картинку немножко смажет. Поэтому будем показывать из положения спиннинг вниз. Четко видно, что под 15 граммами с поролоновой рыбкой, что это на самом деле немножко усложняет наш эксперимент. Четко вершина работает. Она прям показывает конкретное падение приманки на дно. Ну и плюс ко всему, так как здесь довольно твердое и глинистое дно, я все это чувствую в руку. Вот пошла маленькая ямка. Ну, собственно говоря, вот я показал верха и низа. Короткое резюме. Что мы имеем? Мы имеем спиннинг топ-класса за вполне приемлемые, на самом деле, деньги. То есть цена розничная примерно будет в районе 20 тысяч. Вот. И по своим характеристикам эта модель, в принципе, может сравниться только уже с топовыми японскими вариантами. Я имею в виду по графитам. По строю сравниться не с чем, потому что разработка специально под типаж ловли в России. То есть аналогов, ну, если он случайно, что-то найдется, не уверен. Вот. То есть это спиннинг топ-класса, работающий в широчайшем диапазоне, в реальном, от 15 до 50 грамм. Позволяющий успешно брать хорошую, зачетную крупную рыбу. То есть там щучки 8-10. Для него, в принципе, не проблема. Обладающий очень хорошей чувствительностью, хорошей дальностью заброса. Ну, и, собственно говоря, довольно легкий. То есть вес вот этой модели у меня 146 грамм. Всего лишь. При такой мощности, при такой, соответственно, длине. Длина, повторю, это 8 футов 4 дюйма. В брекетч-машине эта модель держит более 10 килограмм. Сломать ее не получилось, к сожалению. Не сломалось. Больше машины просто, в принципе, не дает. Вот. Поэтому это максимальная надежность, максимальная мощность, комфорт, чувствительность. Ну, собственно говоря, это топ. Это действительно реальный Нарстейнский топ. Но это, как бы, мои слова. Мы тут уже несколько дней ловим. Поэтому я хочу предоставить слово Сергею Карпову. Сейчас попробую не забыть все его регалии, на самом деле. Значит, многократный победитель Самарских региональных соревнований. Многократный призер общероссийских чемпионатов. Бронзовый призер чемпионата мира. Вот. Ну и многократный призер Пала. То есть, как бы, спортсмен, спортсмен и еще раз спортсмен. Сереж, ну, тебе слово, собственно говоря. Вот ты половил спиннинг по твоему заказу. Расскажи, что ты, как бы, вот о нем думаешь, что ты именно почувствовал, понял за это время. Ну и, как бы, что? Тебе слово. В прошлом году родилась новая серия Experience у Nord Stream. И весной мы протестировали все палки этой серии в Сызрани. Потом на протяжении сезона я отловил на многих соревнованиях и просто на обычных рыбалках со своими друзьями, спиннингами. И по итогам, в общем-то, сезона родилась мысль, что не хватает именно палки, которые находятся в диапазоне до 42 грамм и до 80 грамм. Необходимость подобного оборудования рыболовного была подтверждена нашим выступлением на Рыбинском водохранилище. Когда мой напарник, Володя Дружков, унцовым спиннингом с глубины 14 метров зацепил большого судака. И, подтащив этого судака к лодке, в общем-то, получалось, что спиннинг не справлялся с вываживанием этого большого судака. Судак врезался в корпус лодки и ушел. Это лишило нас призового места. Но ловить нужно было на маленькие приманочки и чувствовать каждое касание. Поэтому, собственно, это вот был первый момент. Второй момент. Весь прошлый год было очень сильное течение. И для того, чтобы успешно ловить, нужно было контролировать тяжелые приманки. Тяжелые приманки, тяжелые веса и большие приманки. Все спиннинги, которые у меня были до этого, они на тяжелых весах, там, весом 50-60 грамм проваливались. Спиннинг до 80 грамм не очень хорошо. В общем-то, ну, недостаточно было его чуйки. Плюс он был немножко тяжеловатый для этого вида ловли. Вот все это оказалось заложено вот в этом спиннинге, в этой серии. Плюс у похожих моделей были немножко мягкие вершинки, что тоже не хватало для ловли на сильном течении. Ну, что хочу сказать. Вот два дня мы ловим. Я ловил и 16 граммами на течении, и ловил 60 граммами. При ловле небольшими весами чуйка есть. Чуйка отличная. Но очень важно, что, какую бы рыбу я ни цеплял, пока это клюют, ну, небольшие судачки, на самом деле, там, весом до полутора килограмм. Даже при малом касании спиннинга идеальная подсечка и вываживание ни одного схода. То есть рыбу вяжет палка отлично. При ловле большими весами очень четкий подброс, очень четкий контроль. Спиннинг не проваливается ни в коем разе. И при этих условиях достаточно легкий вес самого спиннинга. Ну, совершенно не устал. Готов ловить еще очень много. В общем, могу сказать, что это идеальный спиннинг-универсал, который можно брать один в лодку. В условиях сильного течения и в условиях ловли в коряжнике, при ловле больших трофеев. То есть мы можем без проблем вывлечь огромного трофея. Поэтому всем рекомендую. Думаю, что в этом сезоне это будет моим главным оборудованием. И готов в конце сезона проставиться производителю подобного спиннинга за мои будущие победы. Всем привет!